Всем привет! С вами Одесситка из Швейцарии. Я рада вас видеть снова на моём канале, где я ежедневно делюсь своими швейцарскими буднями, а также новостями из Швейцарии. Мы уже с вами отметили День Святого Валентина. И на удивление, именно в этот день, когда все вокруг влюблённые поздравляют друг друга, радуются у очень многих людей, у одиноких, а также те, кто находится в браке и чувствует себя одиноких, в этот день усугубляется это чувство несчастья, то, что они не в правильном месте находятся. И именно в этот день мне написало очень много женщин с вопросами по теме развод, как обстоят дела с разводом в Швейцарии, какие есть правила, какие есть законы. И на примере этих ситуаций попробую ответить на вопросы для этих женщин и для вас. У вас точно так же сложится картинка, как в Швейцарии происходит этот процесс, сколько он стоит и на что нужно обратить внимание. Грустная тема, но опять-таки, как и похороны, никто от этого не застрахован, поэтому лучше заранее себя подготовить к таким моментам. Интересная эта тема? Поехали вместе со мной. Ну а кому не интересно, находит для себя подходящий сюжет в моих многочисленных плейлистах. Я думаю, что заключить брак в любой стране намного проще, чем его расторгнуть. Именно поэтому в Швейцарии люди не спешат связывать себя узами брака, так как этот процесс не только долгоиграющий по времени, но также бьёт по карману. Поэтому люди взвешенно подходят к этому вопросу и многие живут нерасписаны, рожают детей. Это абсолютно никак не мешает им создавать нормальные крепкие семьи без штампа в паспорте, как говорится у нас. И на всё этому есть причины. Как ни странно, но посмотрев статистику развода в Швейцарии, очень удивилась, так как основная причина развода это финансы, это деньги. Ну что вы знаете, в Швейцарии не любят говорить про деньги, поэтому когда люди создали семью и у них возникли какие-то вопросы друг к другу, либо не оправдались их ожидания, которые они даже не соизволили себе озвучить до вхождения в брак, на этой почве возникает очень много конфликтов. И не только кто за что платит, а как люди распоряжаются своими деньгами. То есть жену не устраивает, что муж, например, транжира, а мужа не устраивает, что жена скупердяйка. И когда люди сходятся вдвоём, начинают жить вместе, они не могут это вообще пережить. И неважно тут, есть у них совместный бюджет, либо раздельный, эти качества мешают наслаждаться друг другом. Кстати, у меня есть отличный сюжет, раздельный бюджет. Многие люди очень неправильно его трактуют и считают, что раздельный бюджет – это когда каждый платит за себя, и его не интересует партнёр, заблуждение, обязательно перейдите по ссылочке, я оставлю внизу, смотрите этот сюжет. И ещё один очень важный сюжет, который тоже заинтересует женщин, сколько платят жене. Так как в Швейцарии, если женщина сидит дома и не работает временно, либо находится в отпуске по уходу за ребёнком, муж обязан ей платить за этот момент, когда она не работает. И что конкретно обязан, тоже я подробно в этом сюжете рассказала. Поэтому до развода, пока вы ещё не дошли до точки кипения, посмотрите эти сюжеты, может быть, они помогут вам лучше понять друг друга и нормализовать ваши отношения и отложить развод. Может быть, он вам уже просто больше не понадобится. Просто завести разговор на эту тему и расставить все точки над «и». В Швейцарии есть несколько видов развода по обоюдному согласию, либо когда одна из сторон не согласна, и тогда перед разводом назначает тренунг. Это раздельное проживание супругов, которое длится два года. И даётся это для того, чтобы люди попытались найти общий язык и, возможно, ещё и передумали разводиться. Тренунг положен парам, которые долго живут вместе, у которых есть дети, у которых есть совместное хозяйство, либо недвижимость, и одна из сторон уверяет другую в любви и просит отложить этот момент и дать возможность что-то ещё наладить, исправить. И, естественно, после того, как назначается тренунг, предполагается, что люди будут ходить на какую-то семейную терапию и пробовать, пытаться наладить отношения, услышать друг друга. То есть люди, которые не хотят мгновенно рубить на корню. Конечно же, если одна из сторон нашла уже в себе другое увлечение, изменила, либо имеет вообще другую семью, там, где и ребёнок родился, о каком тренунге может идти речь? Если браку меньше трёх лет, то тренунг не положен. А тем более, если жена иностранка, то муж вправе просто сказать, что я не хочу больше с ней жить, и её просто попросят покинуть страну в течение какого-то определённого срока, так как вы знаете, что когда вы выходите замуж за швейцарцем, вы получаете вид на жительство B на один год, который привязан к браку. Нет брака, нет вида на жительство, и у вас нет оснований находиться в Швейцарии. Это сделано прежде всего для того, чтобы оградить швейцарских граждан от фиктивных браков, когда люди создают семью ради того, чтобы остаться в Швейцарии. Поначалу мужчина может быть, значит, в какой-то эйфории не заметить эти мотивы, но на протяжении года два брака, три, он уже может выяснить для себя, что окей, не так-то уж меня моя жена любит, скорее всего, ей нужны просто документы, поэтому и облегчили этот процесс, да, что если он вдруг засомневался, сказал, не моё, не хочу, не буду, не так себе представлял семью, мы абсолютно разные люди, то он имеет право прекратить этот брак очень быстро. Делается это всё одним заседанием суда. Поэтому я говорю девочкам, которые выходят замуж за иностранца, неважно в какой стране, как можно быстрее интегрироваться. Конечно же, некоторые избирают другую гарантию для себя, и они очень быстро рожают ребёнка. Это не всегда помогает и спасает сохранить ваш брак, потому что очень многие мужчины именно с этой целью заводят с женщиной отношения, и потом всячески, не все, но есть варианты, которые всячески пытаются избавиться от женщины и оставить себе ребёнка. Вот, и учитывая то, что она иностранка, нет работы, не говорит на местном языке, и поэтому, не дай бог, конфликтная ситуация, он может при помощи денег, знакомств и судов отбить для себя ребёнка. Поэтому рассчитывать на то, что это будет каким-то стопорным фактом, здесь у людей совершенно другие понятия, и манипуляции детьми здесь у них не работают. Поэтому сначала постарайтесь лучше узнать вашего избранника, и потом уже идти на такой шаг. Конечно же, наличие ребёнка, оно продлевает развод и даёт возможность в тренунг выйти, то есть решить все моменты, связанные с воспитанием ребёнка. И в Швейцарии это не так, как у нас. Отдельно развод, отдельно деление имущества, отдельно алименты. Здесь это всё делается одним судом, поэтому и длится всё это очень долго. И по последним тенденциям мужчины выбирают при разводе модель 50 на 50, чтобы быть полноценно с ребёнком. Им это очень важно, чтобы ребёнок присутствовал в их жизни, а не просто брать их на выходные каждую вторую неделю, или вообще его не видеть. И при такой модели 50 на 50, опять-таки, это выгодно мужчинам, потому что он не платит алименты. По закону родители несут ответственность оба за ребёнка, не только папа. Значит, если вдруг дело доходит до развода, и инициатором развода является ваш муж, и у вас есть возможность, если вы любите вашего мужа, не готовый к разводу, то нужно первым делом проконсультироваться у адвоката и узнать, какие у вас есть права, как у жены, в зависимости от срока вашего брака, в зависимости от вида на жительство, которое у вас есть на данный момент, к чему он привязан, есть ли у вас работа, есть ли у вас доход, сможете ли вы сами себя содержать, какие вообще у вас шансы после развода. Если вы хотите сохранить брак, то, естественно, вы с мужем этот момент проговариваете, и можно пойти на всевозможные встречи с семейными консультантами, с медиаторами, которые являются примеряющей стороной и так далее. Значит, в Швейцарии абсолютно никого не волнует, причина развода. Судью не интересует, кто кому изменил и почему люди решили развестись. На суде смотрят конкретно по закону, значит, как будут соблюдены права ребенка, кто будет оплачивать его счета, либо муж может вам какую-то часть денег давать, пока вы не станете на ноги. Это все решается в индивидуальном порядке, в каждом конкретном случае. И даже если ваш адвокат будет вам обещать делатые горы и рассказывать, что вот вы сейчас там выбьете у мужа содержание и так далее, это все может не произойти, потому что конечный результат принимает суд, судья. И, естественно, в каждом кантоне есть свои правила, свои нюансы, свои законы, поэтому нужно брать адвоката с вашего кантона, который знает эти законы. Значит, на суде смотрят прежде всего на финансовую сторону вопроса. Значит, если жена никогда нигде не работала, и при этом она в абсолютно здоровом теле и в молодом возрасте находится, то это никакая не причина, чтобы муж вас содержал. То есть вам судья скажет, ну так выходи на работу. Если у вас есть маленькие дети, и жена вынуждена сидеть дома и смотреть за ребенком, то раньше, лет 5-6 назад, давали женщинам возможность досидеть дома с ребенком, пока ему там не исполнится, как минимум 12-15 лет, и муж обязан был ее содержать. Сейчас уже такого нет. Если ребенок пошел в школу, в садик в 5 лет, то мама спокойно может выходить на работу и оплачивать свои счета сама. Еще такой нюанс. Если у мужчины есть деньги, и его зарплата выше, чем ему одному нужно, то в таком случае вам могут назначить какую-то помощь со стороны мужа. Но если у мужа денег нет, у него очень маленькая зарплата, либо у него есть бывшая семья, где он уже платит алименты, то, скорее всего, что вам уже ничего не положено. Он вас не обязан не содержать, не кормить, поить. И именно по этой причине разводные мужчины и женятся на иностранках. Ну, одна из этих причин, потому что, в принципе, он ей больше уже не обязан за ней смотреть после развода, потому что у нее есть дети, у этих детей есть папа, которые за ними смотрят. Это не его дети. И плюс он смотрит только за своими детьми. И если он платит алименты своей бывшей жене, которая сидела с его детьми и не работала, и ничего никогда, нигде не учила, то уже на вас у него просто нет возможности что-либо еще платить. Поэтому вот такие нюансы можно даже в начале брака рассмотреть. Вот я вам сейчас буду рассказывать на примерах, когда, как гром среди ясного неба, женщина абсолютно не готова, любит мужчину, все для него делает, а тут он приходит и говорит, извини, я нашел другую. И что ты будешь с этим делать? Детей у них нет, никаких обязательств у них нет. Он повернулся, взял вечи и ушел. Оставляет ее в дорогущей квартире, которую она, естественно, сама оплачивать не может. Работы у нее нет, язык она толком еще не выучила. И спрашивает, да, а какие у меня права? Единственный момент, который у тебя есть после вот этого известия, да, моментально выходить на работу, хоть на какую-то искать, либо быть готовой, чтобы возвращаться обратно, да. То есть не все мечтают здесь остаться, тем более жить за свой счет, на своих хлебах, одинокая мама, тем более с детьми, это очень сложно, поэтому много женщин возвращается просто обратно к себе домой. Значит, есть такой еще нюанс, что если вам присудили алименты на детей, которые рождены были в Швейцарии, и, например, по законам Швейцарии, папа должен им платить, ну, допустим, в кантоне Бир минимум 750 франков на ребенка, максимум полторы тысячи на ребенка. Так вот, если вы покидаете Швейцарию и переезжаете, например, в другую страну, там, Россия, Украина, Белоруссия, где, естественно, прожиточный уровень совершенно другой, то суд может пересчитать алименты, учитывая прожиточный уровень вашей страны, и это будет уже не тысяча франков в месяц, а, допустим, 100 долларов в месяц. Вот, то есть на такие нюансы тоже нужно учитывать, принимать во внимание. Еще такой момент, что когда люди во время брака ведут совместное хозяйство, неважно, работают оба, либо только муж работает, делится пополам, как доходы, так и расходы. Поэтому, даже если вы не вникаете ни в какие платежи, вы не знаете, сколько платится налогов, вы не знаете вообще никакую финансовую сторону вашей семьи, да, и вы никогда этим не интересовались, это не значит, что вы освобождаетесь от ответственности, да, нести половину за ваше совместное проживание. И когда брак распадается и вдруг всплывает, что у семьи задолженность по налогам, например, там 15-20 тысяч франков, у семьи задолженность по каким-то счетам, которые муж один не потянул, не мог оплачивать, то при разводе эти долги точно так же делятся пополам и никого не волнует, что вы не знали, вы не вникали, поэтому всегда вникайте в эти моменты, за что вы платите в семье, сколько стоит ваша квартира, она в собственности, либо в ипотеке. И по закону вы обязаны каждый год подписывать налоговую декларацию вместе с мужем. То есть, учтите тоже этот момент, многие люди так живут, и никто никогда декларации в глаза не видит. Потом для них сюрприз. выясняется, что муж оказывается давным-давно не работает, там, где он работал, он уже давным-давно частный предприниматель, наделал долгов и после развода половину повесил на свою жену. Поэтому после развода делится не только то, что вы нажили, но и то, что вы в минус ушли. Значит, пенсионный счет делится между супругами за время, прожитое в браке. Поэтому даже если жена не работала, браку, например, там, 5 лет, то те отчисления, которые муж делал в пенсионную кассу, ну, допустим, это 5 тысяч в год, да, вот 25 тысяч франков, он сделал отчисления в свою пенсионную кассу за эти 5 лет, то половина, 12 с половиной тысяч перейдет на счет пенсионной кассы жены. То есть, вы эти деньги получаете не в руки, а они идут вам в вашу будущую пенсионную кассу, которую вы начнете получать, выйдя на пенсию. Либо, если вы захотите покинуть страну, вернуться к себе на родину, то вы можете взять вторую колонну с собой, да, первая АХФА у не отдается. Следующий момент, когда вы разводитесь, и встает вопрос, кто будет дальше жить в этой квартире, если она съемная, потому что, когда вы снимаете квартиру, очень важно, чтобы два имени были в договоре. И поэтому, если вы присоединяетесь к мужчине, он должен изменить свой договор аренды и вписать туда ваше имя, потому что хозяин квартиры, он может не знать, да, что этот жилец женился. В моем случае, мой бывший муж даже не оповестил никого, что он женился, и в этой квартире теперь живет не один человек, а еще, а уже пятеро. Это нарушение. И, конечно же, если бы я этот момент не узнала своевременно и не внесла эти изменения в контракт, то они бы потом очень, вылезли бы очень ужасным боком при разводе. Потому что, когда в контракте вписана пара и это семья, то ни один из них не может выйти из контракта без подписи согласия другого. Он же может это сделать за вашей спиной, и если вас нет в договоре и хозяин квартиры видит, что этот человек съезжает с квартиры, он начинает искать новых жильцов, а потом вдруг обнаруживает, что там живет жена с детьми, которых он забыл вписать в свой контракт и даже ей не сказал о том, что он съезжает и уже обнулил договор. Вот такие вот бывают нюансы на ровном месте. Конечно, многие из вас наслышаны, что развод в Швейцарии стоит очень дорого, но есть несколько вариантов развода. Значит, первый вариант, когда вы прожили очень мало лет, у вас нет ни детей, нечего делить, и вы хотите полюбовно разойтись. Для этого вам не нужны адвокаты, вы можете заполнить Шайдунгс Конвекцион. Это мировое соглашение. Его можно найти в интернете, распечатать, заполнить, подписать и отправить в суд. Значит, если идет какой-то спорный вопрос, и одна сторона хочет развода, вторая категорически нет, тогда перед разводом подают на тренунг при условии, что браку больше трех лет. Тренунг можно заключить у нотариуса. И тут очень важно, обычно тренунг, он почти как развод, то есть там уже оговаривается, где будете вы жить до развода, кто будет за что платить, кто остается в квартире, сколько вам муж, допустим, будет доплачивать, нужно ли вам доплачивать, либо у вас достаточно своих денег. То есть вот эти все моменты вы оговариваете, желательно взять тут уже адвокатов, чтобы ваши интересы были тоже учтены. И потом этот просто условие тренунга переходит как бы в условия развода, то есть его можно так грамотно составить, чтобы сэкономить на этом моменте. И уже как бы суд одобрит вам развод. Через два года он может наступить автоматически, если вы не помирились, и условия уже после развода будут такие-то, такие-то, такие-то. Это все можно прописать в тренунге. Значит, тот, кто подает первый на развод, тот платит за суд. Не знаю, как в каких кантонах, в кантоне Салатурм, точно я знаю, 2000 франков стоило просто подать заявление в суд. Они сразу берут с тебя деньги и назначают дату слушания суда. И тут уже люди приходят с адвокатами. Значит, если вы не работаете, у вас нет адвоката, вам может гимайнды предоставить бесплатного адвоката. Если вы найдете адвоката, который согласится бесплатно с вами работать, чтобы в дальнейшем ваш муж оплатил его услуги, это при условии, если у мужа очень хорошая зарплата, если же у мужа зарплата маленькая и с него не с чего взять, то вам может оплатить расходы суда и адвоката гимайнды, но в долг. Это уненгентрихи процесс, то есть без денег, но если ваше положение когда-нибудь улучшится, вы выйдете на работу, вы будете зарабатывать достаточно, то, естественно, нужно будет гимайнды вернуть эту сумму. Зачастую самый обычный развод одним заседанием стоит около 7 тысяч франков с каждого. Значит, это, естественно, адвокат плюс расходы суда. Если речь идет о дележке недвижимости имущества, делится только то, что было в браке нажито. Если у мужчины была квартира до брака, естественно, вы на нее претендовать не можете, но если вы прожили очень много лет вместе, у вас общие дети совместные, и даже если это была его квартира, то, скорее всего, после развода вас оставят в этой квартире временно, как маму этих детей, вы будете там жить, пока дети не вырастут, а после этого вы будете должны освободить эту частную собственность вашего мужа. Если дом куплен в браке, и вы не работали, и не платили за ипотеку, опять-таки, да, почему важно принимать участие во всех расходах, домов, то вам точно так же половина дома не принадлежит. Разделят таким образом, что сколько муж ваш вложил в своих собственных денег, сколько он выплачивал ипотеку, и вам могут дать какую-то часть, он может вам выплатить какую-то часть. Обратите внимание, что когда вы будете нанимать адвокатом, стоимость в час начинается от 250 франков, и чтобы вы понимали, это не просто время, когда вы с ним встретились и разговариваете, все ваши звонки по телефону, все имейлы, которые он вам пишет, либо вы его заваливаете вопросами, каждый день пишите имейл, он вам отвечает, это все будет посчитано, и суммы потом просто неподъемные, поэтому, если у вас есть какие-то вопросы, составьте список, напишите это все в одно письмо, соберите сами документы, потому что если вы дадите адвокату задание собирать за вас документы, естественно, это все будет стоить очень дорого, и желательно приходить на первую встречу с адвокатом, иногда она бывает бесплатная, уже приходить с копией налоговой декларации, потому что он там уже видит, что у вас есть недвижимость, счета, есть ли у вас какие-то деньги, и, конечно же, уже делает вывод, есть ли ему смысл браться за это дело, потому что естественно, никто бесплатно работать не хочет, и плюс он уже может прикинуть, будет ли вам муж что-то платить, если вы не работаете, потому что если есть у мужчины деньги и достаточно зарплаты, он будет, да, его могут обязать хоть какое-то время вас поддерживать, но если у мужчины нет денег, он платит за свою бывшую семью первую, и у него уже минимум, то никто его обязать платить вам алименты, женские деньги не сможет, даже если алименты, у мужчины нет денег, да, на детей, на алименты, то платить будет геманды, а это совершенно другие деньги, это копейки, это 250-300 пранков на ребенка, а не как положено при разводе папа платит на детей 750-1500 на ребенка, в зависимости от дохода, важный нюанс, с момента тренинга вам разделят все, счета разделят и разделят налоги, то есть с этого момента вы будете платить свои налоги, и налогами будет облагаться, и алименты, которые муж будет платить на ребенка, и деньги, которые он вам будет давать на жизнь, не забывайте про это и откладывайте каждый месяц на налоги, то есть та сумма, которую вам дают в месяц, ну грубо говоря 3000 франков, считайте, что в год вы должны будет заплатить около 5000 франков за налоги с этих сумм, поэтому по 500 франков в месяц как минимум откладывайте в сторону, потому что потом это все одним счетом придет, бабахнет вам на голову, и собрать такую сумму будет уже сложно. Люди, которые здесь уже в Швейцарии могут поделиться своим опытом в других кантонах, буду рада обратной связи, и если у вас возникнут вопросы, пишите, буду отвечать. если мы просуммируем, как резюме скажем, что развод одним заседанием может стоить 2000 изначально платишь в суд, и потом в зависимости от работы адвоката, сколько месяцев он вел, присутствие на суде тоже стоит денег, если он едет в другой кантон, тоже стоит денег, если вам нужен переводчик, это тоже стоит денег, то есть плюс, 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 мне мой суд обошелся в 7000 франков вместе с адвокатом, одним заседанием, как было у других, я не знаю, поделитесь в комментариях, если вам это не сложно. Спасибо большое, что посмотрели этот сюжет до конца, спасибо за лайки, за комментарии, ну, а я еду домой, и, кстати, сегодня угощала своих клиентов этими сердечками шоколадными, и выяснилось, что никто из них не отмечает День Святого Валентина, говорят, мы не поддерживаем этот праздник, это коммерческая фигня, где они только с людей деньги грибут, нам хватает Рождества и Пасхи, когда бесконечные шоколадки продают, так что, вот такие вот дела, пока-пока, дорогие мои. Рождества